Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Югорчане помогают жителям Мариуполя. Волонтеры разбили лагерь на территории ДНР. 4 миллиона рублей за сутки мошенники обобрали доверчивых югорчан. Ларьку во дворе не место. Сургутяне добились с носом магазинчика, который торговал алкоголем по ночам. И обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня по всей Югре проходят траурные акции и митинги, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции. Не стал исключением и Нижневартовск. Здесь ликвидаторы аварии, общественники, представители власти и горожане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Напомню, 36 лет назад на 4-м блоке электростанции прогремел взрыв, а после вспыхнул пожар, который длился 10 суток. Эта авария – крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Рабочие, ученые, военные и добровольцы. В общей сложности более полумиллиона человек были призваны ликвидировать последствия аварии. С одним из тех, кто в 26 лет оказался в том пекле, пообщалась Регина Гауфа. Анатолию Круглини было всего 26, когда он попал в число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. К этому времени он уже воевал во Вагаднистане и успел вернуться домой, в Нижневартовск. Спустя 5 лет после возвращения с одной войны, записываясь на военные сборы, Анатолий даже не подозревал, что опять попадет на войну. Но не с людьми, а с радиацией. А потом просто-напросто, когда взрыв произошел, мы не ожидали, вызвали воинкома, 27 человек, спокойно посадили, как мы все-таки приняли, и спокойно нас отправили в Тюмень. В Тюмень уже в военном училище, нам сказали, едете в Чернобыль. Все, как говорят, ни шагу назад, как положено, приказ, приказ. Тогда ни он, ни парни из Нижневартовска даже не представляли, с чем им придется столкнуться. Не думали о почестях, до конца не понимали опасность. Была только задача предотвратить распространение радиации, уберечь других людей. А то я первое, второе поколение, детям рождены, вот это самое главное. А тем более мы были в холостяке еще без приказа. По 26 лет, пациент 27, но вообще молодые. Ну потом уже вышел приказ, 35 лет, двое детей. Но мы там уже были. Очень страшно, что вроде бы выполнил свой долг перед родиной, как это у нас было. Как говорится, и себя не жалеешь. А потом подумаешь, когда дети болеют. Александр Кругления провел в зоне отчуждения 4 месяца. Это время, признается мужчина, нельзя выкинуть из памяти. Все ликвидаторы получили высокие дозы радиации. И последствия настигают не только их самих, но даже их детей. И если еще в 10 лет назад в Югре было более 1200 ликвидаторов, то сейчас живых осталось чуть более 700 человек, прошедших пекло Чернобыля. Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Добровольцы из Югры разбили лагерь под Мариуполем. В этом лагере уже оказали помощь первым эвакуированным. Накормили полевой кухней пожилых и инвалидов. Добавлю, в минувшие выходные югорские волонтеры прибыли на место базирования в поселок Первомайского района в 15 километрах от Мариуполя. Это освобожденная территория, которая не пострадала от военных действий. Здесь находятся пункты временного размещения беженцев. С ними сейчас и работают югорчане. Напомню, на Донбасс отправились и югорские медики. Они готовы оказать практически любую медицинскую помощь. Сейчас настраиваем взаимодействие, то есть организация горячего питания для людей, которые вышли с Мариуполя и проживают в близлежащих поселках, а также для людей, находящихся в Мариуполе, в подвалах будем доставлять питание. Два врача, находящихся с нами, и медицинская сестра с завтрашнего дня уже будут тоже привлечены к своей непосредственной деятельности. На Урале не зафиксировано рост обезработицы. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Речь шла о социально-экономическом развитии региона в новых условиях работы под санкционным давлением. В частности, Пал Пред прокомментировал ситуацию на рынке труда. Сегодня на учете центров занятости в Урфо находится почти 52 тысячи человек. Российское правительство разработало пакет мер для того, чтобы минимизировать риски роста безработицы. Так предприятия смогут получать денежные субсидии на переобучение сотрудников, организацию временных рабочих мест и компенсацию заработной платы. Еще одно революционное решение касается трудоустройства граждан, которые заняты на неполный рабочий день. Теперь они могут заключить трудовой договор параллельно с другим предприятием. Это очень правильная мера, потому что мы прекрасно с вами знаем, что человек недозагружен, но понятно, что теряет заработное платье. У него есть свободное время, он может где-то на сегодняшний день подзаработать временно. Но раньше это нужно было расторгнуть трудовые отношения и заключить новые трудовые отношения с другим предприятием. Человек, естественно, волнуется о том, что уволившись здесь, он больше никогда на это предприятие не попадет. Вот сегодня эту границу убрали, и человек спокойно, если у него есть свободное время, где-то еще может подзаработать. В игре нашли способ, как продать кисточку с краской. Сургутский завод Маджарпак будет поставлять на промыслы свое оборудование для нанесения антикоррозийного покрытия. Его используют в трубах, по которым из скважин на поверхность поступает нефть. Сейчас, чтобы установить такую защиту, НКТ нужно ввести на производство в Сургуте. И услуга пользуется спросом у добывающих компаний региона. Наталья Соловьева побывала на этом заводе. Производство антикоррозийных покрытий для нефтянки в пору меняет название. Компания Маджарпак изначально была совместной, российско-итальянская, но постепенно стала отечественной с небольшим отделением в Европе и иностранным названием. Один из заводов расположен в Сургуте, поближе к заказчикам. Сургут нефтегазу, Лукоилу, Роснефти. Специализируется производство на покрытиях для узлов и НКТ. Проще говоря, сюда привозят новую или БУ трубу, а отдают уже с нанесенным внутри покрытием. Оборудование разработано нашей компанией. Процесс нанесения также разработан нашей компанией. Происходит нанесение само безвоздушным способом распылением краски на поверхность трубы. Вся наша технология, все наше оборудование – это отечественное, российское производство. Мы в взаимодействии с нашими и поставщиками, и нашими потребителями уже на протяжении многих лет, с 2019 года, уже многие годы проводим импортозамещение от иностранных аналогов. Технологию нанесения состав держит в секрете. На рынке покрытия огромная конкуренция, чтобы заставить соперников дышать в затылок, разрабатывать новые продукты. Так появилась скорая помощь, тот же защитный состав в виде аэрозоля. Можно нанести на соединение труб по время ремонта и быть уверенным, что шов защищен от коррозии. Было сложно уместить двух компонентов состав в один баллончик, но справились. Следующий этап для развития компании – это поставки оборудования для нанесения покрытия. Сейчас такое уже практикуют в Урае, на очереди Когалым и Лангипад. То есть у нефтяных компаний будет своя кисточка с краской против коррозии. Они сэкономят на логистике, ведь везти трубы в Сургут за сотни километров не придется. Но судя по тому, что каждые 30 секунд с конвейера здесь сходит новое НКТ, расстояние заказчиков не останавливало. На некоторых месторождениях Югры обводненность достигает 98%. H2O способствует образованию коррозии. Сейчас все экономят денежные средства и нефтяные компании в первую очередь. И именно экономика как раз и позволяет использовать покрытие. Чем более суровый фонд скважин у нефтяной компании добывающей, тем эффективнее там применяются защитные покрытия. Покрытие продлевает срок службы труб, оно устойчивое против кислоты, которую иногда закачивают внутрь скважины. А еще доказано, что применение маджарпак снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. Наталья Соловьева, Владимир Гайнзе, телерадиокомпания Югра, Сургут. Югорчане получат налоговый вычет за занятия физкультурой. Так, 4 мая в Югре завершается декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Об ее особенностях и нюансах во время брифинга на площадке РИЦ Югра рассказал заместитель руководителя ФНС России по Югре Валентин Балута. Полезным нововведением для жителей округа станет получение вычета за физкультурно-оздоровительные мероприятия. Валентин Балута отметил, что такой вычет можно получить двумя способами. Либо через работодателя, либо путем предоставления налоговой декларации в ФНС. Важным условием для получения является то, что организация, предоставляющая физкультурные услуги, должна входить в специальный перечень. Его, в свою очередь, можно посмотреть на сайте Минспорта России. Можно получить этот вычет двумя способами. Либо обратиться к работодателю с полученным уведомлением от налогового органа, для того, чтобы он не удерживал НДФЛ при выплате заработной платы. Либо по итогам этого года представить налоговую декларацию в следующем году и уже всю сумму получить целиком. Лучшим молодым нефтяником России стал студент Коголымского полиэхнического колледжа Сергей Ельцин. В Коголыме завершился финал 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции добычи нефти и газа. Местный политехнический колледж в этом году впервые стал официальной площадкой проведения конкурса. К Коголым прибыли студенты из 8 регионов России. Все они победители отборочных конкурсных испытаний в своих образовательных организациях. Испытания длились 5 дней, в течение которых конкурсанты показали свои умения в решении типовых задач операторов по добыче нефти и газа. Причем задание модуля необходимо было выполнить всего за 45 минут. На данной площадке было предусмотрено задание по замене ремней, замене сальниковой набивки, по ревизии обратного клапана. Поначалу я забыл убрать заусенцы, это считается уже ошибкой. Но потом вспомнил и сделал эту операцию. Но я не знаю, будут учитывать это как ошибку, либо как положительный баг. Стандарты WorldSkills это не только теоретическая составляющая, это не только знания в аудиториях. Это демонстрационный экзамен, в рамках которого участники показывают основные элементы практических навыков. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши работодатели принимали людей, победителей чемпионата WorldSkills, как уже более квалифицированных, с большим заделом, с большими компетенциями при приеме на работу. Директор окружного департамента образования и науки ответит на вопросы югорчан. Алексей Дренин проведет прямой эфир завтра, 27 апреля в 11.00. Глава образовательного ведомства обсудит с югорчанами ЕГЭ и ГИА, выпускные в период ограничений, связанных с коронавирусом, запись детей в детские сады и школы. Вопросы для Алексея Дренина можно написать в официальной группе ЮГРА в соцсети ВКонтакте под анонсом прямого эфира. Добавлю, трансляция пройдет под эгидой федерального проекта «Объясняем.рф». Телефонные мошенники вновь заработали почти 4 миллиона на доверчивости югорчан. Сотрудники полиции зарегистрировали 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители округа доверяют неизвестным, ведут с ними дискуссии по телефону, лишая себя своих накоплений, к тому же нередко загоняя себя в долги. Так жительница Нижневартовска поверила мнимому сотруднику банка, который пообещал ей улучшение условий по кредиту. Женщина дала персональные данные своей карты, после чего злоумышленник похитил с ее счета более 160 тысяч рублей. Поэтому и другим фактом возбуждены уголовные дела. Югорские автоинспекторы проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей. В течение нескольких дней под особым вниманием были районы образовательных учреждений. Также массовые проверки прошли на трассе Тюмень-Тобольск-Антемансийск. Сотрудники госавтоинспекции не только следили за наличием детских кресел в машинах с маленькими пассажирами, но и напоминали о мерах безопасности при перевозке несовершеннолетних. Кроме того, офицеры дорожно-постовой службы пообщались с маленькими участниками дорожного движения и напомнили им о мерах безопасности для пешеходов. Особое внимание в период проведения акции акцентировано на предупреждении и допущении ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов и велосипедистов. Для этих целей проведем фактические беседы в образовательных организациях, с которыми посетили более полутора тысяч детей. Зебры в Югре плохо перенесли зиму. В муниципалитетах округа наблюдает износ и даже полное отсутствие разметки. Для ее восстановления сейчас ждут подходящей погоды. Продольную разметку обновляют раз в год, поперечную пешеходные переходы дважды в начале и в конце теплого сезона. Но даже это зачастую мало. Наталья Соловьева искала зебру, которая смогла пережить суровую сибирскую зиму. Один французский автор писал, что любовь живет три года, а в Сургуте любовное послание, оставленное краской на дороге, не выдержит и трех месяцев. Как и разметка. Здесь больше 7 тысяч авто в сутки колесят по городу. Зимняя резина превращает машину в абразивный станок. Это твердосплавный материал, который буквально интенсивно изнашивает дорожное полотно. Вытирает его, убирает. Вы видите, какая полейность. О чем мы вообще с вами говорим? Вы хотите, чтобы сохранился слой краски или слой пластика на нашем асфальтобетонном покрытии, когда она за зиму изнашивается на несколько километров, на несколько сантиметров в глубину. Больше всего достается пешеходным переходам. Их в Сургуте 661. Весной и осенью каждый красят заново. Знак есть, а зебры нет. Причем движение здесь не самое интенсивное. Разметку не обновляли прошлой осенью. Дело в том, что изначально этот пешеходный переход вообще хотели убрать, но жильцы соседних домов отстояли его право на существование. Дело было в ноябре. Разметку просто не успели нанести. Однако есть в городе зебры, которые оказались особенно стойкими вопреки всем трудностям. Нанесенные по технологии холодного пластика они сохранились с прошлого года. Там, где на пешеходном переходе движение транспорта не осуществляется, полоса в идеальном состоянии на всю длину и на всю ширину. Никаких нету износов. А там, где у нас движение транспорта, там уже идет износ. Но даже такое состояние уже приемлемое. Со стороны ГИБДД нареканий не вызывает. Холодный пластик в Югре внедряют с 2019 года. В основном в очагах аварийности и на пути к социально значимым учреждениям. Также в ходу термопластик. Его слой раза в три тоньше холодного и наносят такую разметку только на новые дороги. Обе технологии хороши, но стоят недешево. Выгода финансовая только лишь в том, что, конечно, он сохраняется. И у нас круглогодично существует эта разметка. По цене он дорогой. Он в несколько раз дороже, чем краска. Цена в 10 раз. Для сравнения, квадратный метр эмали стоит 300 рублей. Термопластика – 3000. Холодного – 4. Количество переходов, сделанных по новым технологиям, со временем планируют увеличить. Наличие разметки все-таки кратно безопаснее. Ее полного отсутствия весной. Наталья Соловьева, Игорь Батещик, телерадиокомпания «Югра» Сургут. Сургутяне добились сноса магазинов, в котором незаконно продавали алкоголь. Продавцы небольшого павильона, стоящего возле жилого дома, регулярно нарушали правила продажи. Реализовывали алкоголь, несмотря на запрет. Дело в том, что торговая точка находится в непосредственной близости к школе. Причем продавали спиртные и табачные изделия здесь по ночам и даже несовершеннолетним. Последней каплей терпения для сургутян стала прокладка кабеля к магазину вдоль детской площадки. Работы проводились без согласования с управляющей компанией, электриками и другими службами. Тогда-то совет этого жилого дома решил действовать. Противостояние бизнеса и общественности длилось около полугода. В результате предприниматель решил своими силами демонтировать магазин. Отмечу, что в течение двух следующих месяцев администрация сургута намерена добиться сноса еще 30 таких объектов. Были заключены договорные отношения с управляющей компанией. То есть ранее жители, наоборот, ходатайствовали, чтобы такой объект в шаговой доступности располагался возле их жилых домов. Но в связи с тем, что предприниматель начал себя вести недобросовестно и недобросовестно исполнял свои обязательства, непосредственно начал реализацию алкогольной продукции, с учетом того, что здесь находится и школа. Управляющей компанией совместно с жителями было принято решение о расторжении договорных отношений. В Югре зарегистрировали первый в этом году ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС. Возгорание зафиксировала система космомониторинга. Термическая точка находилась в двух километрах от поселка Шаим в Кандинском районе. Проверка показала, что горела сухая трава на одном из островов Канды. Угрозы распространения пожара на населенный пункт или лес не было. В МЧС отметили, что участились случаи возгорания сухой травы на окраинах поселков и дачных кооперативов. За минувшие сутки в Югре зафиксировали три таких случая в Кандинском районе, в Сургуте, недалеко от Урая. Пожарный напоминает, что сейчас после схода снега и подсыхания почвы прошлогодняя сухая растительность становится благоприятной средой для возникновения природных пожаров. Голова ледохода на Иртыше уже в 250 километрах от Ханты-Мансийска. Такие сведения сообщает в управлении МЧС по Югре. Сейчас лед идет по Иртышу в районе Горноправдинска, Бобровского и Чембакчина. На Канде также начался ледоход. Сейчас движение фиксируется в районе поселка Чантырья. И на Айби можно наблюдать весенние явления – предвестники ледохода. Но пока его голова движется по Томской области, до границы с Югрой остается еще около 450 километров. Проекты благоустройства из Югры вошли в топ лучших практик страны. Минстрой России подвел итоги профильного конкурса за прошлый год. Всего регионы подали в четыре сотни заявок и только 120 прошли отбор. Югра заняла второе место с семью проектами по благоустройству. Например, это Теплый берег в Покачах, Экопарк Засаймой в Сургуте, Тапиарный парк Ноев Ковчег в Пытьяхе, благоустройство природного парка Самаровский Чугас в Антимансийске и другие общественные пространства. Югрчане сами выберут городские территории, которые обновят в будущем году. На сайте 86городсреда.ру сейчас проходят голосования за проекты благоустройства. Это парки, скверы, бульвары, детские и спортивные площадки. Для того, чтобы проголосовать за проект, необходимо авторизироваться на сайте через портал Госуслуг. Далее сайт предложит на выбор проект благоустройства именно вашего города. А далее уже дело нескольких минут. Проголосовать за то, что по душе. Добавлю, сейчас на сайте представлено более полусотни проектов благоустройства из 17 городов Югры. Например, многофункциональная площадка и велодорожки в Ханты-Мансийске, спортивная зона, вэкопарки Засайма и площадка для выгула собак в Сургуте. Бульвар и сквер в Нижневартовске. Проголосовать могут югорчане старше 14 лет, зарегистрированные на портале Госуслуг. Сейчас федерация сказала строго, победил в городе Ханты-Мансийске такой-то объект. Он обязателен к реализации, независимо от всех внешних, внутренних факторов и так далее. Хотите больше, пожалуйста, но победитель будет реализован в любом случае. Поэтому, исходя из этих простых вещей, и складывается такое впечатление, это есть по факту. Формирование коферной городской среды – это народный проект. То есть не только жители имеют право сказать, что будет завтра, что будет послезавтра. Югра попала в топ-6 спортивных регионов страны. Накануне в Москве определили лауреатов пятой премии «Спорт Бизнес Авардс». Югра вышла в финал в номинации «Спортивный регион года». Все благодаря югорскому лыжному марафону, который состоялся в Ханты-Мансийске в девятый раз. В этом году попробовать силы на лыжне вышли более 3000 участников, а многие спортсмены приехали в столицу из других регионов. И, конечно, участие победителей и призеров Олимпийских игр придает марафону дополнительный статус. Нужно отметить, что в этой премии до финала дошли 138 участников. Анна Егорова и Елизавета Агапитова завоевали еще две медали на чемпионате страны по плаванию. Накануне в Казани прошел второй соревновательный день. Анна Егорова вновь показала высокий класс. На этот раз на дистанции 800 метров вольным стилем. Девушка захватила лидерство уже на первых метрах, а дальше уверенно уходила в отрыв от соперниц. В итоге Егорова финишировала с 10-секундным отрывом от второго места. Это вторая медаль у Анны на этих стартах. Ранее она в составе окружной команды стала бронзовым призером в эстафете 4 по 200 метров в вольным стилем. Основной моей соперницы сейчас нету. Она во Франции тренируется. Так что это было ожидаемо. Ощущения хорошие. Рада, что выиграла. В принципе, я не рассчитывала ни на какое-то время, а просто на победу рассчитывала. Отличилась и Елизавета Агапитова. Вартовчанка вышла в финал на дистанции 100 метров на спине. До самого финиша девушки шли плотной группой. Было видно лишь превосходство Марии Камневой из Калужской области. Она и стала чемпионкой страны в этой дисциплине. Основная борьба развернулась за вторую-третью строчку итогового протокола. Елизавета Агапитова проиграла Дарье Устиновой из Татарстана 0,02 секунды. Как итог, третье место. Добавлю, что Елизавета Агапитова побила рекорд Югры на этой дистанции. Югорчан приглашают открыть беговой сезон архиозабега. Этот старт пройдет в Ханты-Мансийске 7 мая. Любителям бега предложено две дистанции. 5 километров для взрослых и 500 метров для детей. Принять участие в спортивном празднике могут все желающие. Стартовая поляна будет расположена рядом с архиопарком. Все участники забега получат медаль финишера. Регистрация на забег продлится до 6 мая. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в группе Фонда поддержки развития массового спорта в соцсети ВКонтакте. В этом году мы немножко круг меняем и практически также большая часть дистанции будет проходить именно по тропинкам и дорожкам архиопарка. Мы заберемся тоже к мамонтам туда наверх. Спустимся и немножко еще у нас будет чистой, так скажем, ровной дистанции асфальтовой в горку туда к биатлону. На сегодняшний день мы получили более 100 заявок. Всего у нас лимит на 150 участников. Поэтому пока регистрация открыта, ждем желающих. Следить за новостями телеканала Югра можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра.